Рим Добро пожаловать на мировое влияние и добро пожаловать в Рим. Я нахожусь сейчас у развалина Римского форума. Когда-то это был геополитический центр мира. Здесь на форуме проходили судебные заседания и заседания Римского Сената. Если захватывали какую-то страну, то триумфальный парад проходил именно здесь. Это был настоящий политический центр мира во времена Иисуса. Сегодня мы поговорим о дилеммах, с которыми сталкивается современный мир, включая проблему иммиграции, с которой столкнулись Европа и США. Наша сегодняшняя тема — мир разделен. Мы используем Рим в качестве фона для серии программ, ибо так возлюбил Бог этот мир. И сегодня мы поговорим о том, что Бог любит наш мир, несмотря на то, что он так сильно разделен, и что Бог призывает нас быть целителями в этом мире. Я расскажу вам, как это сделать. Если вас заинтересовала эта тема, и вам нужно больше информации, то зайдите на наш веб-сайт или позвоните мне. А если вы столкнулись с разделением, будь то из-за предубеждений или расизма, или же вы чувствуете себя чужаком в этом мире, и вам нужна молитва, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Все координаты сейчас вы видите на экране. Расскажите свою историю, и наша команда обязательно за вас помолится. Мы верим, что Бог проявит к вам свою любовь. А я прошу, оставайтесь с нами. Сегодня мы будем сравнивать истории о Вавилонской башне и о Пятидесятнице. И поговорим о том, как Дух Святой принес единство и исцеление в разделенный мир. Оставайтесь с нами, и я вернусь к вам буквально через одну минуту. Когда Ромул основал Рим на холме Палатин, его главный соперник Тит занял холм Капитолии. Они решили объединиться и в качестве центрального места создали форум. В 600 году до н.э. Большой канал осушил болото, и форум стал центром для всех семи холмов. Тут проходили выступления, политические восстания, военные торжества, а со временем и заседания Римского Сената. В одни республики могущественные аристократы Сената, известные как Патриции, выбрали советников, которые занимались военными и политическими вопросами. 500 лет Патриции были в единстве. Правительство было стабильным, и Рим стал расширяться. Когда советником стал Юлий Цезарь, внутренние споры сделали Сенат неэффективным. Так у Цезаря появилась возможность лишить Сенат его власти и стать императором. С появлением императоров форум утратил свою управительную функцию и стал местом памятников спортивной и религиозной деятельности. С падением Рима в 476 году и после сильного землетрясения в 847 году форум полностью утратил свою значимость. В средние века фермеры называли его капел-весину. Перед тем, как стать диктатурой, Рим 482 года был республикой. Рим 482 года был республикой. Я считаю, что прежде всего наша страна должна защищать своих граждан. Для меня это очень важно, потому что нужно знать, кто приезжает в нашу страну. Посмотрите, что происходит в Европе последние несколько месяцев. Это пугает, и я не хочу, чтобы то же самое произошло в США. Я никогда не осуждаю чьи-то намерения. Думаю, нам нужны правила и нормы, которые будут регулировать и оценивать истинные причины, почему человек хочет быть здесь. Это поможет отсеять тех, кто навредит нашей стране, и принять тех, кто станет настоящим приобретением. Сегодня мы находимся в Риме, и сейчас вы видите руины Римского форума. Форум был центром политической и судебной системы Рима. Здесь принимались решения, произносились речи, которые изменили весь мир во времена первых апостолов и даже во времена Иисуса. Сегодня мы приехали в Рим, чтобы поговорить о том, что Бог любит наш мир, несмотря на то, что Он такой разделенный. Но как же наш мир стал таким? Почему мы кажемся такими далекими друг к другу? Один из ответов находится в Бытии, 11 главе. Давайте начнем читать с первого стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Синоним слова Вавилон — это путаница, потому что в Вавилоне Бог смешал языки мира, и с того момента наш мир был разделен. У нас есть геополитическое, языковое и этническое разделение. Современный мир — это очень разделенное место. Мир очень большой, в нем проживает 7,5 миллиардов людей, но мы очень разделены. Итак, Вавилон — это место путаницы и разделения. Но сегодня я хотел бы рассмотреть еще одно место, а именно историю, произошедшую в Иерусалиме 2000 лет назад. В Деяниях 2 главе сказано, «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небо. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, и все изумлялись и делились, говоря между собой. Сии говорящие не все ли галилеи? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфиане и Медяне, и Еламиты, их жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Либии, прилежащих к Керинеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, Критине и Аравитине, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». В Вавилоне произошла путаница из-за разных языков, но в день Пятидесятницы силы Святого Духа все изменило. В Вавилоне была путаница, а на Пятидесятницу была ясность. Вавилон был результатом человеческой инициативы, а Пятидесятница была Божьей инициативой. Вавилон руководствовался гордостью, а Пятидесятница — молитвой. Вавилон — это место мирского единства, а Пятидесятница — духовного. Вавилон был сфокусирован на человеке, а Пятидесятница — на Христе. Вавилон принес боль, отчаяние, путаницу и разделение всему миру, а Пятидесятница принесла исцеление и спасение через силу Святого Духа. Вавилон символизирует нанесенные самому себе раны из-за гордости, а Пятидесятница символизирует Божий дар примирения и исцеления через Святого Духа. Бог так сильно любит наш разделенный мир, что послал Своего единственного Сына и силу Своего Духа. И поэтому я думаю, что мы, христиане, призваны нести исцеление в наш разделенный мир, но как же мы можем это сделать? Как принести исцеление миру, что так сильно разделен? Прежде всего, Бог призывает нас следить за нашими словами. Слова разделяют и ранят мир, а на Пятидесятницу слова благословили мир. Послушаем местописание о словах. Это притча 15 глава 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будет ярость. Притча 10 глава. Уста праведника — источник жизни, а уста нечестивых таят насилие. 12 глава 18 стих. Слова опрометчивых ранят, как меч, а речь мудрых исцеляет. Также послание Иакова 3 глава. Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходит хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и горькая вода? В этом запутанном и разделенном мире Бог желает, чтобы мы использовали свои слова для исцеления, а не для увечья людей. «Исцеляйте, а не раньте». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту и продолжим эту серию из Рима. Меня зовут Энди Браун, я партнер по аудиту в компании Гранд Торнтон. Мы аудиторская ферма, одна из крупнейших в мире. У нас больше 40 тысяч сотрудников по всему миру и где-то 50 офисов в Соединенных Штатах. Я выпускник УОР 2002 года. В УОР я получил потрясающий опыт. Мистер Грег и мистер Аннера, заслуженные профессора университета, они оказали огромное влияние на мою жизнь. Я получил ценный опыт найма выпускников университета, поскольку сам вышел оттуда и тем самым воздал за вклад университета в мою жизнь. Диплом УОР ценится и в Гранд Торнтон, и во многих других крупных компаниях города и страны. Мы были очень довольны качествами студентов-выпускников УОР. Это говорит о высоком уровне подготовки, которую они получили в процессе учебы. В древние времена завоеванные народы были вынуждены переселяться в империю Завоевателя. Беженцы, пытающиеся выжить, не имели сил для противостояния. В Библии написано, что Ассирийский царь захватил 10 северных царств Израиля, забрал людей в плен, а вместо них поселил беженцев из Ирака. Во времена Иисуса потомками этих беженцев были самаряне. Римляне делали нечто подобное. Самые сильные люди из завоеванных стран отправлялись в Рим в качестве рабов или гладиатов. Их дома были сожжены, а народ был брошен на выживание. Сегодня воины продолжают разрушать дома и заставлять людей переезжать. 65 миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома. Из них 21 миллион беженцев. Большинство из них моложе 18 лет. 53% беженцев вышли из трех стран – Сомали, Афганистан и Сирия. За последний год менее 3% из них устроились на новом месте. Плюс ко всему, миллионы людей ежегодно покидают свои дома в поисках лучшей жизни. 72 миллиона людей в Европе и 40 миллионов США иностранного происхождения. К тому же в США проживает еще 12 миллионов нелегальных иммигрантов, которые рискнули всем, чтобы переехать сюда. К сожалению, некоторые люди используют массовую иммиграцию, чтобы подорвать скультуру и ценности принимающей страны. В Европе существует более 900 зон без присмотра. В основном они находятся в Швеции, Франции и Англии. Эти закрытые зоны не подпускают к себе полицию, пожарных и медицинские службы, и часто атакуют представителей власти и журналистов. Тем не менее, большинство иностранцев сегодня хотят того же, что и в древности, а именно стабильности, безопасности и будущего для своих детей. От того, как это поколение поможет им в этом, зависит его место в истории. Сейчас один из наших экспертов расскажет вам о нашем разделенном мире и об исцелении, которое происходит в нем. Я родился на Ямайке и переехал в Англию, когда мне исполнилось 16. Я ходил в школу, а потом пошел в колледж. Я жил на трех континентах — в Европе, в Африке и вот здесь, в Северной Америке. Проживая в разных уголках мира, мне несложно было приспособиться. У меня было много друзей из разных стран и разных народностей. Например, когда я был в Африке, то просто окунулся в местную культуру как миссионер. Я выучил язык и подружился со многими людьми. Мне все очень нравилось. Я научился приспосабливаться ко всему, к любому окружению. Страх появляется из-за недостатка знаний. Мы боимся того, чего мы не знаем или не понимаем. Мы боимся людей, потому что не знаем их. А когда мы с ними знакомимся, то понимаем, что они такие же, по сути, как и мы. И у нас очень много общего. Эти люди хотят того же, что и мы. А страх появляется из-за недостатка знаний. Если бы я увидел сирийских беженцев, то сразу же пошел бы поприветствовать их и познакомиться с ними. Я бы пригласил их домой на обед, чтобы они ощутили теплый прием. Когда я приехал в Оклахому, и наша семья поселилась в Броукен Эрроу, мы были приятно удивлены, потому что в первый же день получили корзину с подарками от наших соседей. Такое очень сложно забыть. Думаю, так же нам нужно принимать и беженцев, показывать им любовь Христа, знакомиться с ними. И время покажет, что будет дальше. Мы можем завоевать их только через любовь Христа, а не через ненависть и отчуждение от них. Нам нужно знакомиться, принимать их, обнимать их. И так мы завоюем их для Бога. Я считаю, это единственно правильный путь. Вы согласны со мной? В первой части программы мы говорили о разделенном мире, о разнице между Вавилоном и Пятидесятницей, о том, что Бог призывает нас нести исцеление этому разделенному миру. Первый шаг в исцелении — это следить за словами. Второй шаг очень прост — открываться другим. Возможно, вы видели, как язык тела некоторых людей говорит о том, что они закрыты. Их руки скрещены, или же они смотрят вниз или в сторону. На Голгофском кресте Иисус открыл объятия для всего мира, говоря людям всех народов, всех племен и всех языков, «Я люблю вас так сильно». Он хочет, чтобы мы с вами тоже научились открываться людям и показывать им Божью любовь. Бог хочет, чтобы мы открывали свои сердца к силе Святого Духа и принимали людей так, как Иисус принял их на кресте. Сейчас наш народ переживает серьезную иммиграционную дилемму, как в Европе, так и в Америке. Это не новая проблема. На форуме, который позади меня, тоже приходилось решать, что делать со всеми иммигрантами в Римскую империю и со всеми пленниками. Решения об иммиграции людей всегда принимались в правительство. Согласно Библии, есть два основных принципа, которыми следует руководствоваться в принятии решений относительно иммигрантов. Во-первых, страна суверенна и должна защищать своих людей, чтобы они жили в мире. В 1-м послании Тимофею, 2-й главе, 2-м стихе сказано, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить с нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Павел писал это во времена Римской империи. Он сказал, молитесь за власть, чтобы мы вели тихую и безмятежную жизнь. Одна из обязанностей власти — защищать своих граждан, чтобы они жили в мире. Это значит также и не впускать в страну людей, которые могут навредить ей и ее гражданам. Поэтому вполне законно и правильно, если правительство защищает своих жителей от тех, кто может им навредить, включая тех, кто может эмигрировать в страну и принести ей вред. Но также Бог учит нас тому, что мы должны принимать странников. Книга Левит, 19 глава. «Когда поселенец будет жить с вами на вашей земле, не притесняйте его. К чужеземцу, живущему с вами, следует относиться как к уроженцу страны. Любите его как самого себя, ведь и вы были чужеземцами в Египте. Я, Господь, ваш Бог». А в Послании к Евреям, 13 главе, 2 стихе, сказано так. «Не забывайте проявлять гостеприимство». Делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Какой же аргумент правильный? Нужно защищать свой народ или же принимать чужеземцев как братьев, свою семью, а правильные оба? Слово Божие — это обоюдоострый меч, и оба эти принципа должны учитываться при обсуждении эмиграции. Очень часто, как в Европе, так и в США, люди занимают либо одну, либо другую сторону. Но Бог и Его Слово двусторонние. Бог — не шизофреник. Он говорит, что страна должна жить в безопасности и защищать своих граждан. Но Он также учит нас любить и принимать странников. Итак, следите за словами, открывайтесь другим, и самое важное, научитесь радоваться нашим различиям и ценить наше общество. Исцеление нашего мира не означает однообразие. То, что произошло в день Пятидесятницы, не сделало всех одинаковыми и не дало всем один язык. Бог задумал Пятидесятницу так, чтобы все услышали о Божьих чудесах на своем языке. Изучая книгу окровения, я заметил, что на небе представлены все языки. Это значит, что даже на небесах будут представлены все языки мира. То, что произошло в Вавилоне из-за человеческой гордости, Бог использовал, чтобы рассеять людей по всему миру, а теперь принести им исцеление. Даже на небе будет представлено наше племя, наш род, наша нация. Время от времени я слышу, как люди говорят, что испанский будет языком небес, или латынь, или иврит. Нет. На небе будут все языки, и у нас будет невиданное причастие. Нам нужно радоваться и праздновать наши различия. Я люблю все народы мира. Я обожаю их кухню. Я люблю мексиканскую, китайскую и другие кухни мира. Но я также научился любить культуру и все народы мира. Мы никогда не принесем исцеление, пока не научимся радоваться нашим различиям и радоваться тому факту, что Бог сделал нас разными. Нам нужно радоваться не только нашим различиям, но и ценить наше общество. Через Иисуса Христа, Его кровь и силу Святого Духа мы стали одни. То, что Христос сделал на кресте, чтобы продемонстрировать любовь Божию к миру, было международным и многоязыковым событием. В Евангелии от Иоанна 19, главе 19 стихе сказано, «Пиладжа написал и надпись, и поставил на кресте». Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Надпись о том, что Иисус, царь иудейский, была сделана на трех языках. С самого начала, со дня распятия Иисуса. Бог говорил к нашему разделенному миру, «Вот как сильно я вас люблю». Как же нам принести исцеление в мир? Полный разделение. Во-первых, нам нужно следить за словами. Во-вторых, нам нужно открываться к людям. Откройте свои объятия и свое сердце и примите чужеземцев, как своих родных. Любите их. И в-третьих, нам нужно научиться наслаждаться различиями. Не заставляйте всех быть одинаковыми, а наслаждайтесь нашими различиями. Бог очень дорожит этими различиями. И самое важное, это ценить наше общество. Библия говорит, что во Христе, несмотря на наше происхождение, мы все теперь едины. И если вы верите в Иисуса Христа, так же, как и я, то мы одна семья, и мы из одного общества. Я верю, что благодаря силе Святого Духа и посланию о кресте мы можем принести исцеление нашему разделенному миру, который так любит Бог. На улице. Иммиграция. Иммигранты из других стран считают США страной возможностей и надежды на лучшую жизнь. Каждое поколение старается сделать жизнь своих детей проще. и у них должна быть лучшая жизнь. Все видят возможности по-разному. Многие видят возможности, но не хватаются за них. Они ждут, пока возможности сами их настигнут, но так не бывает. Вы сами должны хвататься за них. Вот в чем вся разница. Я так считаю. В 21 веке наш мир кажется разделенным, как никогда. Но Бог любит этот разделенный мир и побуждает нас нести исцеление. Сегодня Он хочет научить нас, как принести исцеление миру, которое находится в смятении и разделении. Он также хочет принести исцеление вашему сердцу. Если вы чувствуете разделение внутри, в семье, в обществе, или, может, на работе, то знайте, что Бог любит вас и хочет принести вам исцеление через свою милость и благодать. На Пятидесятницу Бог использовал слова, чтобы объединить мир. В Вавилоне слова вызвали путаницу, а на Пятидесятницу Бог использовал свое слово, чтобы объединить людей. А Крест Иисуса — это вечный памятник тому, что Бог любит этот разделенный мир и хочет объединить его. Возможно, у вас есть молитвенная просьба. Тогда позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. На нем вы сможете оставить молитвенную просьбу, рассказать свою историю, или можете посмотреть другие выпуски нашей программы. Дайте нам знать, как мы можем вам помочь. Одно я знаю точно, какими бы ни были ваши проблемы, будь то предубеждения по отношению к вам или какое-то сложное судебное разбирательство, Бог любит вас. Он хочет восстановить ваше сердце, объединить вашу семью и послужить вам. Поэтому звоните мне или заходите на наш веб-сайт. Сегодня мы в Риме. Здесь мы снимаем серию программ под названием «Ибо так возлюбил Бог этот мир». Мы выбрали Рим в качестве фона, потому что когда-то он был центром мира. Сегодня мы снимали у древнего римского форума. Здесь принимались политические решения, которые навсегда повлияли на историю. Я верю, что Бог призывает нас принимать правильные решения и влиять на историю нашего поколения. Вы можете быть целителем посреди современного разделения. Спасибо вам, что смотрели нас сегодня. С вами был Билли Уилсон и программа «Мировое влияние». И мы продолжаем рассказывать миру об Иисусе из Рима. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном. Наши молитвенные партнеры всегда готовы принять ваши молитвенные просьбы в любой момент. Звоните и пишите нам.